здравствуйте коллеги друзья сегодня я начну первый урок обзорный по торговому роботу octopus ultima trader расскажу вам про основные опции до главного окна про навигацию функционал буду рассказывать постепенно от самых простых самым сложным начну я с опции и настроек которые может не являются главными но они однако же используются и могут быть очень полезны значит здесь настройки значит что они дают какую пользу нам могут принести ну первое использовать ли комментарии в заявках quick о чем речь идет вообще вот открою вам quick и вот здесь вот таблица сделок есть колонка комментарий и вот здесь вот видите комментарии что делал робот open short open short до сел закрытие open long покупка покупка и так далее close закрытие позиции но также комментарии есть и в окне стоп заявок и в других это помогает вам видеть что происходит и что делает робот и какая конкретная сделка произошла вы можете это дело контролировать и понимать что происходит так это у нас вот эта опция на 1 до использовать ли комментарий ну здесь есть описание но иногда на самом деле в некоторых у некоторых брокеров почему-то комментарии не работают да но ты в этом случае тогда нужно галочку снять но большинство большинство как бы комментарии работают ты и галочка здесь должна стоять дальше зафиксировать стоп заявки после их выставления роботом что имеется ввиду имеется ввиду то что вот если галочка стоит галочка стоит дата за я то стоп заявки они будут фиксированы то есть если например каким-то причинам кто-то их меняет такое иногда случается например даже брокеры могут ваши заявки передвинуть да то робот их вернет на те уровни где они стояли или вы может быть случайно например их как-то изменили да то робот опять же их вернет на те уровни которые они стояли то есть это на те уровни которые были рассчитаны да вот как допустим здесь значения да и там они будут и стоять но если эта опция стоит в этом случае вы не сможете эти заявки передвигать на графике то есть если кто этой опции пользуется да то есть можно значит на графике когда заявки в виде линии видны их можно передвигать прям мышкой да вот если галочка стоит то вы их не можете передвигать если хотите чтобы такая возможность у вас была то соответственно вы галочку это снимаете понимаете да здесь также есть описание я считаю что здесь полезны и как это купцы и как эта опция дальше я пока такие пройду скажем не главные опции чтобы вы понимали что они тоже могут быть вам полезны вот здесь внизу есть ссылка включено автозапуск видна значит что здесь что здесь какие возможности нам открываются ну вот это открывать закрывать очищать квик по времени дам сразу скажу что вот эта настройка она больше подходит в том случае если ваш квик и робот стоит на удаленном сервере и вы можете с любого устройства да если есть возможность допустим туда зайти там с компьютера рабочего с офисного там может быть с других устройств туда зайти и контролировать либо управлять вот значит почему нужно закрывать периодически очищать квик квик к сожалению накапливает много много данных ну вот которые потом могут вредить его работе наверное у многих было неоднократно особенно кто долго торгует да уже вот в один прекрасный день вдруг все сбивается все настройки которые у вас были в квике они почему-то сбиваются что-то пропадает и так далее чтобы этого не было да его нужно периодически очищать вот и загружать это самая ваш как бы первоисточник грубо говоря я покажу где это делается значит если это у нас вот квик да вот система настройки основные настройки пол настроек ну вот имеется ввиду так вот значит значит ну кроме того что у вас значит квик будет его нужно практически очищать по времени чтобы он стабильно работал да также его периодически хорошо перезагружать для этого вот видите здесь вот то есть таймер запуск запуска и остановки до очистки ну если например в 10 до собираетесь торговать то соответственно ставите здесь время там 100 но он его в 10 допустим запустит ну или чуть раньше там 955 вот и ну и в конце дня когда сессия уже допустим закрыта вы не торгуете то хорошо бы его тоже перезапустите очистить вот так просто он будет стабильнее работать все это делается на автомате если вы используете вот вот этого эту функцию то есть здесь то нужно поставить галочку здесь нужно выставить время соответственно да ну естественно нужно сюда ввести логин пароль иначе как-то да это сама крик будет сама запускаться вот то есть это будет делать сама программа вот в данном случае октопус то есть он будет и крик запускать нужное время значит закрывать перезагружать все будет начать делаться на автомате вот что очень удобно вам ничего надо будет делать вот при работе на удаленном сервере еще раз подчеркну эту опцию полезно здесь есть подробное описание вот значит что еще важно понимать значит вернусь новая в крик значит очень полезно периодически значит сохранять ваши настройки квик по умолчанию сохраняя те настройки которые у вас были на момент закрытия видите здесь стоит галочка сохранять настройки файл призак при выходе то есть полезно сохранять ваши настройки периодически в файл но только с с другим именем это делается вот здесь система сохранить настройки файл по умолчанию квик использует файл с названием инфо вот он расширение в н.д. название инфо расширение в н.д. вы можете присвоить свое название я присвоил такое название инфо база 3 просто сохраняете этот файл и в случае если у вас будет какой-то сбой и ваши настройки пропадут вы сможете вполне зайти в квик система загрузить настройки из файла и этот файл который вы сохранили до первоисточник с другим именем подчеркиваю не с именем стандартным для квика инфо а именно со своим уникальным именем вы его снова загрузите и все у вас будет на месте все у вас восстановится возвращаясь к опции автозапуска квик я считаю что это очень полезная удобная опция особенно для тех кто работает удаленно у кого нет возможности работать на своем компьютере в офисе или с собой носить компьютер или как-то еще вот пожалуйста ставьте квик на удаленный сервер ставьте робота настраиваете и робот будет за вас торговать вы лишь только будете периодически заходить хотя бы два-три раза в день и контролировать его работу смотреть что происходит далее в левом нижнем углу есть ссылка оповещения здесь вы можете выбрать способ оповещения звуковой алерт e-mail почта sms значит здесь время оповещения в минутах да значит ну можно использовать сигналы самого робота его внутренние которые есть там несколько да можно использовать стандартное оповещение от к века ну вот ну еще здесь есть исполнение лимитированных заявок тоже значит если вы заявки какие-то закинули до закинули до оформили их их исполнение будет вам значит вас будет оповещать данные опции этой системы оповещения будут полезны в основном для активных трейдеров да у кого есть свой торговый план у кого есть определенные связи между исполнения сделок и заявок с тем чтобы в дальнейшем выстроить какую-то новую тактику новую стратегию да 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 это да 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 Продолжение следует...